Здравствуйте! В эфире программа Актуальное интервью студии Ольга Русул. О Наринмаре, Красном городе, у Печоры немало спета песен и написано книг. Но выход в свет новый, особенно если она о родном городе, всегда хорошее событие. Наринмаре, Времена и годы – это десятая книга историка-исследователя Ненинского округа Юрия Канева. Здравствуйте, Юрий Викторович! Добрый день! Юрий Викторович, расскажите, вот буквально еще горячая ваша книга новая. Расскажите, пожалуйста, что это за книга, чему она посвящена? Ну, книга называется Наринмар, Времена и годы. Причем это первая часть, потому что вторая часть еще как бы и не написана. Она посвящена истории Наринмара. Построена она в хронологическом порядке, эта книга. То есть, от, скажем так, истоков самых и заканчивая 1969 годом, который является водоразделом, потому что, как считается, 50 лет – это как раз та самая история. То есть, вот 50 лет – мы можем видеть та же история. Это история Наринмара. В ней рассказывается о самых значимых событиях в истории нашего города, интересных людях. В общем, книга достаточно большая по объему, 400 страниц, небольшое количество фотоматериалов. Поэтому, действительно, это такая, ну, летопись Наринмара. А что вдохновило на написание этой книги? Ведь, на самом деле, немало есть книг, какие-то очерки, что-то было всегда на Наринмаре написано, сказано. Тем более, что история не такая далекая. Ну, начнем с того, что у нас такого системного описания истории Наринмара не было. То есть, как такового. То есть, у нас в разное время выпускались различные книги, посвященные Наринмару. Ну, в общем, какого-то системного характера, конечно, они не носили. В этой книге впервые прослежена, наверное, вся предыстория. Затем история Наринмара — это 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. И, в общем, в каждой из частей есть очень интересные истории, связанные с людьми, которые были в Наринмаре, с различными интересными людьми, которые посещали Наринмар. То есть, вот таким образом книга эта построена. Юрий Викторович, какие были моменты во время работы над книгой для самого себя открыты новые, что было интересного именно самому себе, необычного, какие-то были новые исследования? Ну, начнем с того, что книга эта писалась на основе архивных, публистических материалов и, в общем, материалов наших музеев, в том числе Нинского окружного краеведческого музея и Архангельского областного архива. То есть, много материалов тут собралось под этой обложкой. Первая часть посвящена времени, когда города, собственно, еще не было, когда была только идея. И, кстати говоря, интересный факт выявился, что еще в 1831 году был такой интересный человек, мещанин Александр Деньгин, на странице прессы, начал писать о том, что в Усть-Типичурно строить порт. И в итоге он публиковал материалы, обращался сначала к императору Александру Первому, затем к императору Николаю Первому с просьбами о том, чтобы ему разрешили начать строительство города. Самое интересное, что Николай Первый заинтересовался этой идеей и, более того, отправил двух сенаторов, для того, чтобы они добрались до севера. И, в общем, была сенатская комиссия, которая должна была принять решение о том, строить или не строить город. Сенаторы люди оказались хитрые, они добрались только до Вологды, где им сказали, что на севере строить ничего не надо. После чего они вернулись с вердиктом, что строительство не целесообразно. И в итоге ведь до революции попытки строительства города в Усть-Типичурно предпринялись неоднократно. Первым реальным человеком, который этим вопросом занимался, был небезызвестный золотопромышленник, купец, меценат, патриот севера Михаил Сидоров, который на протяжении более чем 10 лет, 10 лет работал на Печоре, сделал очень многое. И Белощелий, как назывался, Наримар, то я в поменении не было, Белощелий он предполагал строить портопункт, то есть для того, чтобы здесь обрабатывать различные груза. Сидоров дело в том, что очень много работал на Печоре и хорошо представлял, что строить на Печоре порт можно всего лишь в двух или трех местах. Вот один из них это был Белощелий. Но в итоге он обанкротился, и идея порта, вот тогда еще, получается, это была вторая половина 19-й, она, к сожалению, не воплотилась. Хотя усилий он потратил очень много на все это. Еще один человек, который активно работал на Печоре, это был Александр Сибиряков, который основал в устье Печоры первый лесопильный завод, который, к сожалению, очень быстро сгорел. И вот человек, на который, наверное, оставил глубокий след уже в истории будущего города Наримара, это был Мартин Абрамович Ульсен, известный купец, лесопромышленник, тоже миллионер. Именно благодаря его усилиям появился у нас поселок Лесозавод, который назывался тогда Лесопильный завод Сталополяра. И, в общем, это была первая, наверное, такая значимая дата, 1903 год, когда здесь появился населенный пункт, в котором постоянно жили рабочие. Причем их было достаточно много. В сезон сюда приезжало более тысячи человек. И вот, в общем, и, кстати, имя Ульсена у нас на карте города есть, у нас есть переулок Мартина Ульсена. Поэтому вот эти люди, которые первыми начинали здесь вот эти первые шаги, а затем начинается революция, и уже после революции появляются, скажем так, те люди, которые начинают исследовать опроса Лесопорта. И, опять же, ну, скажем так, нельзя было обойти фигуру Андреана Семеновича Дуркина, который, как считается, построил первый дом на Ринмара. Вот. Подробная биография его в книге дана, рассказывается о нем. Человек был очень интересный. Вот. И затем еще один интересный человек, который, в общем, уже научно обосновал, что строить нужно город именно здесь, это был Георгий Наливайко, известный инженер, который строил многие порты на севере. Вот в 1926 году он начал исследование Устья Печоры, и в итоге, ну, скажем так, сделав все исследования, замеры, пошел к выводу, что строить город нужно именно здесь, в Белощелье. Вот эта первая часть она рассказывает о тех людях, которые, ну, скажем так, начинали первые шаги по строительству будущего города. А что касается персоналей, вообще, насколько много их раскрыто в книге, так, ну, на скидку, понятно, что неточное количество, насколько их много, и насколько они вообще интересны как люди, как личности? Ну, в общем, я очень много интересных было на Реймаре, и люди эти, в общем, были очень интересны и нам лично, и, в общем, и для России сыграли многие важную роль. Ну, в частности, вторая часть рассказывает уже, собственно, о строительстве Реймара. Дело в том, что город, это детище первых пятилеток, кстати говоря, если сказать честно, да, то вот сегодня у нас октябрь 2021 года, город как населенный пункт на Реймар появился в октябре 1931 года. Дело в том, что когда начали строить населенный пункт, назывался сначала Белощелье, это было 90 лет назад, у него не было названия никого, назывался Белощелье, но слово Белощелье вызывало тогда такие не очень хорошие ассоциации, дело в том, что не так давно закончилась Городская война, и слово Бело как бы имело такой оттенок какого-то, были Белофины, Белокитайцы, Белогвардейцы, и обсуждалось название Нового Города, и было много предложений, как называть Новый Город, и, в общем, наверное, крышным отцом Наринмара стал Андрей Федорович Хназейский, который заявил, что город должен иметь название на нитском языке, и самое благозвучное это Наринмар, Красный Город. А кто это за человек? Андрей Федорович Хназейский, это один из, вообще основателей нашего нитского округа, человек, который считался одним из самых авторитетных людей вот в 20-30-е годы. Судьба его, к сожалению, была печальной, он был репрессирован, в 1938 году был арестован, и в 1938 году умер в тюрьме, но тогда, в 1931 году, именно он стал таким, наверное, крышным отцом Наринмара, сохранилась газетная статья, в которой он как бы рассуждает и делает заключение, что Наринмар самое лучшее название для будущего города. В итоге, так было принято название, и оно закрепилось на карте, вот уж в 1931 году оно стало официальным, а уже через 4 года Наринмар стал городом. То есть, очень короткие сроки, из небольшого поселка он превращается в город с населением, там уже, перед войной, население Наринмара было около двадцать тысяч человек. Вообще, в 1930-е годы было очень много интересных фактов, как бы в книге они тоже очень подробно рассматриваются, и вот такие интересные фигуры, которые можно назвать, наверное, как бы в порядке их появления в книге. Например, это Василий Подольский, был известный радист, ученик Эрнста Кренкеля, человек, который считался одним из лучших радистов Севера. Он работал здесь многие годы на радиостанции Морского порта, и, в общем, был очень интересный человек, который, кстати говоря, проводил уже в 30-е годы опыты с телевидением. У него был маленький экран, но, в общем, можно было смотреть тогда уже первые передачи. Дело в том, что опыты с телевидением в Советском Союзе начинались еще до войны. Он, соответственно, в общем, был человек очень продвинутый, очень интересный, поддерживал связь у него в стадии очень мощные антенны, он мог поддерживать связь с Америкой, Канадой и даже Австралией. И, в общем, у него была специальная квитанция о радист Василии, и в этом отношении его почерк знали очень хорошо не только у нас в стране, но и за рубежом. У него была большая семья, 10 детей, жена его была учительницей в школе номер один, заслуженной учитель Российской Федерации, тогда РСФСР. И, в общем, это была такая очень интересная семья. И вот в книге рассказывается о биографии этого человека. Очень интересная биография, на мой взгляд, потому что вот сейчас таких людей, вот я не знаю, радисты есть ли такие, которые способны поддерживать связь чуть ли не совсем земным шаром. Рассказывается в этой книге о Иване Меншикове, который у нас в улице уносит его имя. Меншиков в этом отношении был известный журналист, до войны писатель. К сожалению, он очень рано погиб в годы войны. В 43-м году самолет, на котором он летел, был сбит, и он погиб. И, как многие его друзья, которые знали его хорошо, Юрий Дагибин говорит, что если бы он остался жив, наверное, из него бы получился большой писатель. Но, к сожалению, он погиб совершенно молодым человеком. А здесь начиналась творческая карьера, когда в 30-е годы он приехал с офисом 20-летним мальчишкой и начинал здесь свою журналистскую и писательскую карьеру. Очень интересный человек, как нам говорят в этой книге, это Василий Кругликов, Заполярный Мичурин его называли. Дело в том, что Кругликов был сотрудником нашей сельхостанции, впоследствии директором сельхостанции. И вот до войны при поддержке тогдашнего мэра Ивана Петровича Попова они пытались всеми способами озеленить город. На Ивана Петровича не растут каштаны, так вот они пытались выразить яблони, розы, цветы. То есть, вот эта история, которая сейчас для нас привычная, что город все-таки очень зеленый стал, вот тогда только начиналось. И они, понимая, что да, суровый климат, суровая земля, всеми способами пытались озеленить на Ивана Петровича. И, надо сказать, у них многое получалось. Они выращивали прекрасную капусту, прекрасные огурцы, редисы, много-много чего еще в теплицах, в открытом грунте. И вот, тоже интересная биография у человека, да, вот в условиях Крайнего Севера. Ну, вот они впоследствии в 40-м году Крульков был награжден серебряной медалью ВДНХ, вот за те свои дела, которые он занимался, вот разведением овощей в условиях Крайнего Севера. А вот, нельзя было обойти, наверное, еще такие две очень яркие фигуры. Это наших первых летчиков, это Сущинского и Клебанова, двух летчиков, которые, в общем, начинали летать в самых суровых условиях. И их биографии, в общем, в книге тоже показаны очень подробно. Отдельный большой, очень, наверное, кусок книги, это перелеты на Крайний Север, которые проходили здесь в 36-м, 37-м году, когда через Нариньмар проходили трассы вот этих вот перелетов героев Северского Союза Водопьянова, Молокова, Мазурука. И, в общем, они очень подробно рассказаны об этих событиях. Интересные были такие факты, когда две недели в Нариньмаре сидела экспедиция Северный полюс-1 в Аглайс-Вапаниным. И, в общем, очень интересно рассказывается, как они добирались до Северного полюса. И, в общем, интересный факт уже такой, который, наверное, тоже на Северном полюсе они питались хлебом из Нариньмарской пекарни, потому что они взяли с собой большое количество хлеба им дали с собой. И вот даже фотография есть, когда Папанин и Шмидт идут с охапкой буханок из Нариньмара по Северному полюсу. Вот. Наверное, вот тоже еще такая, вот если брать персоналии, очень интересная фигура. это Александр Федоров, человек, который начинал здесь у нас дело кинофикации. Он приехал сюда молодым парнишкой в 16 лет. И, в общем, многие годы он занимался именно, скажем так, строительством, именно при нем появляется первый кинотеатр, он назывался, кстати, Арктика. Это было в 30, если ошибаюсь, в 18-м году. И, в общем, они показались первые звуковые фильмы. И, в общем, тоже интересная такая биография. И в книге тоже уделено внимание этому человеку, потому что, ну, кино это очень интересно и ярко. Вот. Так что, говоря об этом, мы понимаем, что история Нариньмара, она такая, несмотря на то, что казалось бы, да, вот городу там официально, не так давно, но есть полность в 85 лет, но она интересная. Ну, вот, допустим, та же самая история городского театра довоенная, когда в самых суровых условиях удалось создать городской театр, который три сезона в общем активно работал до войны в 1937-1939-1940 год. И, в общем, Нариньмар был театральным городом, чего сейчас, к сожалению, не скажешь, да, а в те суровых условиях люди стремились к прекрасному, и театр, в общем, был очень востребован, учитывая, что зрелищ было мало, вот, и люди охотно посещали театр, и театральные поздновки в то время были очень качественные. Юрий Викторович, а были такие моменты, когда какая-то глава вот не шла в книге, которая давалась очень тяжело, и вот, ну, не хватало, я не знаю, чего-то не хватало, там, вдохновения на нее, и глава, которая легче всего далась, которая была, ну, просто на одном дыхании, есть такое? Да, я бы так не сказал. Ведь главное, чтобы было наличие материалов, то есть, если есть материалы, в общем, писать можно, а вот если материалов нет, ну, вот, я расскажу, что по размерам, да, вот, то самая большая, конечно, глава эта посвящена тридцатым годам, когда был наиболее насыщенный период, там было очень много ярких событий, было очень много интересных людей, и тридцатые годы, все-таки, это уже такая отдаленная история, и она действительно получилась большой. Вот, вторая глава, она тоже большая, половина книги, это тридцатые, сороковые годы, вторая глава посвящена войне, дело в том, что Неринмар, ну, вроде бы считался тыловым городом, то есть, он находился в глубоком тылу, и, казалось бы, ему не угрожает некая опасность серьезная, но это не совсем так, дело в том, что в годы войны Неринмар находился на линии северморского пути, здесь был морской порт, который уже до войны был построен, кстати говоря, это вот тоже ядро города большое, и в книге тоже уделяется этому внимание большое, как он строился, как он оснащался, сюда заходило большое количество кораблей, они, в общем, здесь бункеровались, здесь была угольная, угольная, так называемая, где привозился уголь с Воркуты, и, в общем, на протяжении всей войны практически здесь можно было получить уголь, воду, продовольствие, в городе же находился и, в общем, военный аэродром, причем он был построен силами жителей Неринмара, и вот как раз тоже в книге рассказывается, так называется оборонный объект номер один, когда жители Неринмара на протяжении 41-го, 42-го, 43-го, даже 44-го года постоянно строили, расширили огромный, в общем, аэропорт, сейчас у нас называется поселок Старый Аэропорт, огромная площадь, там 52 гектара, и вот был построен аэродром, который, в общем, принимал практически любые боевые самолеты, имеется в виду и транспортные, и боевые, и здесь даже базировались годы военно-торпедоносцы, низко месяцев стояли, то есть, в случае появления крупных вражеских кораблей, они должны были подняться отсюда и нанести удар по линкору Кирпит, в частности, как это ожидалось в 43-м году, вот, то есть, это все как бы было реалии того времени, то есть, был боевой аэродром, причем, повторяю, что он использовался очень активно, но кроме этого, кроме морского порта и аэродрома, здесь был еще и гидроаэродром, здесь базировалась гидроавиация, которая вела патрулирование территории всей, и Печорского моря, и Новоземельских, и воегачских, вот этих прилегающих территорий, здесь сначала базировались такие небольшие самолеты МБР-2, а в конце войны появились самолеты Каталина, и вот этому тоже уделяется внимание в свое время, мне удалось поработать в Гатчинском архиве ВМФ, и вот эти факты легли в основу этих материалов, действительно, это такой очень интересный пласт нашей истории тоже, то есть, Наринмар, несмотря на то, что, повторяю, находился в глубоком толу, это был город, частью говоря, военный, здесь находилось большое количество военных объектов, причем, они были прикрыты зенитками, здесь находилось, вот в 43-м году было уже две зенитных батареи, которые прикрывали морской порт, вот, и, в общем, не секрет, что на Наринмаре неоднократно появлялись боевые самолеты Луфтваффе, которые вели разведку, и, по крайней мере, летом 43-го года они трижды появлялись с Наринмаром, но такое было неприятное боепутство, когда, в общем, люди действительно понимали, что, если появляются разведчики, в следующем году полетят бомбардировщики, а учитывая, что Наринмар был город деревянный, то даже появление там трех-четырех самолетов, в общем, грозило большими бедствиями. Поэтому это вот такая все очень интересная история, как Наринмар в годы войны, в общем, тоже играл свою, пусть и маленькую, но интересную роль. На обложке фотография, две фотографии, что это за фотографии, почему именно они выбраны в качестве обложки? Ну, фотография Наринмар, реальный Наринмар, деревянный, двухэтажный, который очень тяжело строился, потому что... Нереально, это же старая фотография. Это реальный Наринмар, вот этот нижний, тот, который был, вот эта фотография, которая примыкающая территория к морскому порту, это, скажем так, фотография 40-го года, и это вот тот город, который строился, строился, строился тяжело, потому что население росло очень быстрыми темпами. То есть, еще в 31-м году было несколько сотен жителей, то уже в 35-м было 8 тысяч, а перед вами было 12 тысяч. То есть, это огромное количество людей, что ехало. Кстати говоря, в книге опять же рассказывается, кто сюда ехал. Люди ехали сюда разные. И люди ехали, которые хотели просто здесь укрыться, потому что, ну, не секрет, что население Наринмара во многом формировалось из людей приезжих, которые, ну, были административно высланными. Кто-то, в общем, просто ехал для того, чтобы, ну, каким-то образом укрыться. От правосудия. Ну, не от правосудия, а, наверное, в большей степени, скажем так, от преследований, которые были. В то время не секрет, что многие люди преследовались и по классовому принципу. И поэтому сюда приезжали люди образованные, и об этом тоже в книге написано. Вот. И здесь было большое количество и советских работников, которые тоже здесь активно работали. То есть город был такой сложно сочиненный, строился он очень быстро, и было большое количество проблем с расселением населения. Негде было селить работников. Из-за этого приходилось использовать все возможности. Вот, например, в этой книге есть такая отдельная часть, небольшая очерка, это «Ода землянки». Дело в том, что в Наринмаре в предвоенные годы было около 200 землянок, в которых жили люди, находились в учреждениях. Аптека, например, тоже располагалась землянки вначале. То есть проблем было огромное количество. Вот. А верхняя фотография это генплан 1936 года, который разрабатывался в Ленинграде. И это идеальный город, который должен был появиться. Если бы, наверное, не война, отчасти говоря, которая нарушила многие планы. И это вот такой идеальный город с красивыми прямыми улицами, с красивой набережной, с памятниками. Но вот в итоге этот город остался в такое мечтение, которое поэтому он и выше находится. Ниже это вот наша жизнь, а то, что наверху это наши планы, которые не всегда сбываются. Вот. Сколько времени шла работа над вот этой книгой? Вообще работа около пяти лет заняла. Около пяти лет. То есть понятно, что не постоянно, потому что были и другие проекты. Вот. Сразу скажу, что кроме вот первой и, значит, вот 30-х, 40-х годах есть еще две части. Это посвященные 50-м годам и 60-м годам. Вот 50-е годы это наиболее, наверное, небольшая часть. Почему? Потому что может быть, таких событий не было значимых. И, в общем, в ней рассказывается о нашем олимпийском чемпионе, олимпийском призере, прозовом призере Олимпиады 52-го года. Это Александр Ануфриев, который здесь жил и, к сожалению, в 1966 году погиб трагически на Печоре. И вот о нем рассказывается какой-то был человек. Ведь, вот опять же, судьба. Фронтовик, мальчишка, отсюда он ушел на фронт в возрасте 17 лет, воевал, был тяжело ранен, причем была перебита нога. Но он сумел на те силы, стал спортсменом. И в итоге на Хельсинской олимпиаде 52-го года на дистанции 10 тысяч метров он занял третье место, вырвав буквально победу у многих именитых спортсменов, которые, в общем, претендовали. Уступил он только двум великим спортсменам, это Чеху Затопаку и французу Мимуну. Они были, конечно, величайшие спортсмены на свое время. И скромный Александр Ануфриев сумел вырваться и занять третье место. То есть, как говорили тогда, что его бронзовая медаль стоит золотой. И вот его биография, конечно, подробно освещена в этой книге, рассказана о том, как он был спортсменом, а затем вся его биография как жизнь на Ринмаре. Рассказана в этой книге и о двух очень интересных людях. Это наших художников, почетных граждан Ринмара. Это Ада Робачук и Владимир Маличенко. Рассказана почему с Ринмаром связана, потому что они в 1959 году подарили Ринмару картинную галерею. Огромное количество своих работ очень интересных и ярких, которые до сих пор хранятся в фондах нашего окружного краеведческого музея. Два уникальных художника, в общем, уроженцы Украины, киевляне, казалось бы, где находится Ниницкий округ, где находится Киев, но вот они настолько мощно сумели воплотить эти образы жителей Тундры, что, в общем, конечно, о них рассказать было, не рассказать их было нельзя. Это более интересная, такая яркая страница в истории Ринмара. И в итоге вот в книге есть и рассказ о них, и, соответственно, их картины переведены, то есть наиболее яркие, отобраны, по-моему, около десятка таких картин, которые показывают всю мощь таланта этих прекрасных великолепных художников. Вот если Ада Рыбачук уже, к сожалению, очень давно умерла, то Владимир Мельченко до сих пор жив и здравствует в Киеве, ему уже где-то около девяносто лет сейчас. А с кем-то вот из тех людей, которые описаны в книге, удалось пообщаться лично, или только архивные материалы, только те, кто на бумаге, на каких-то газетах? Ну, я скажу, что из тех, кто его перечислял, в массе своей эти люди давно уже умерли, давно умерли. И это либо родственники, либо документы. То есть из ныне здравствующих, но есть люди, но они уже ближе к 60-м годам, то есть если брать 30-е, 40-е, 50-е, там, конечно, героев, которых я видел бываю отчего, к сожалению, нет. Ну, хотя вот Аду Рыбачук Ломельченко, я с ним с вами познакомился и знаю их, а вот всех остальных, к сожалению, я в массе своей, конечно, Ануфриев повторяет тот же самый, например, он погиб в 1966 году. Какие трудности были при написании книги, с чем-то стало, ну, при написании, при издании книги, что были такие моменты, когда было действительно сложно, чтобы эта книга пришла к читателю? Ну, книга шла к читателю долго, то есть она была в основном, в основном была закончена уже в 2015 году, вот, но, к сожалению, долгое время не находилось финансирование для издания этой книги. Я вот очень благодарен, скажем так, работникам департамента внутренней политики Ниинского округа, это руководитель Лена Викторовна Гущина и представитель комитета этого департамента Анжела Михайловна Куликова, что они, в общем, нашли все-таки возможность издать эту книгу, потому что, если бы не они, то вполне реально, что книга бы опять не появилась. Потому что они, зная, что эта книга есть, в итоге все-таки помогли и сделали вот этот шаг очень важный и книга из, скажем так, виртуального пространства, в котором она долгое время находилась, имеется в виду рукописи, макета, она превратилась вот в реальную книгу, которую можно взять и читать. Читать тираж книги тысячи экземпляров и, в общем, я думаю, что как бы она найдется его читателю. Юрий Викторович, вы сказали, что книга будет, работа над книгой на Ренмаре будет продолжена, да, а наберется материала, будет такой же интересный материал. Есть уже какие-то наработки о том, какой будет следующая книга и будет ли она вообще? Ну, книга вторая, я думаю, что должна быть присвящена быть уже 70-м, 80-м, 90-м и 2000-м годам, в общем, уже ближе к нашей эпохе. Материалы есть, конечно, и люди очень интересные есть. То есть, те люди, которые тоже участвовали в развитии Наринмара, в его строительстве, есть, конечно, и я думаю, что через какой-то обозримый период, может, через пять лет, появится книга вторая, да, Наринмар времена и года, книга вторая, в которой будет рассказано о событиях до дня сегодняшнего, то есть, до уже 21-го века, подытоживая, в общем, общую историю, ход истории Наринмара. Вот, ну, для этого нужно, опять же, время. Время, вот, ну, вот, опять же, говоря о книге, завершающая часть этой книги, она посвящена 60-м годам. 60-м годам, и вот тут, опять же, мы видим людей, которые очень яркие, интересные, вот в 60-м годам, вот в это десятилетие у нас рассказывается о появлении здесь двух, ну, я скажу, наверное, очень замечательных людей. В Наринмаре приезжали, в Наринмаре в 1963 году приезжали Евгений Евтушенко и Юрий Казаков. Вот, как тогда говорили, это был лучший поэт, лучший писатель Советского Союза. Это были выдающиеся люди, очень интересные, яркие, и они в Наринмаре побывали, объехали весь Синенецкий округ, тогда побывали внизу их Печоры и, в общем, оставили очень интересные, ну, тут же Евтушенко, например, оставил интереснейший сборник стихов, назывался «Катер связи». И вот, кстати, этот «Катер связи» и фотография его в книге тоже есть, как он выглядел. И стихи Евтушенко о Печоре и о жителях Печора тоже в этой книге есть, потому что для Евтушенко это был, наверное, небольшой эпизод в его жизни, но вот для жителей не несколько это событие было. Вот, многие, кстати говоря, помнили Евтушенко, как он приехал на Наринмар, тогда дело в том, что он подвергся некому астракизму в Москве и решил выехать за пределы Москвы для того, чтобы набраться новых впечатлений. И вот, я помню впечатления многих Наринмарцев рассказывали с большим удивлением, что Евтушенко приходил в магазин и покупал молдавский коньяк. Дело в том, что обычные труженики пили напитки гораздо более простые. Обычно это была обычная водка. А вот Евтушенко, будучи москвичем, поэтому пил что-то уже такое более изысканное. А Юрий Казаков в этом отношении это был коньяк, он ей считается до сих пор классиком советской литературы, одним из самых знаменитых писателей советских, который вот тогда тоже приехал сюда. И, в общем, тоже он оставил след литературный. Его северные дневники в том числе рассказывают о Наринмаре. Наринмаре. Вот. Ну, кроме этого, еще здесь у нас рассказывается о знаменитой песне про Наринмар. Как она появилась на свет? Дело в том, что песня была написана в 1964 году, и история этой песни очень интересна, как она появилась на свет. Наринмар, мой Наринмар, городок, невеликий немал. И, в общем, опять же, рассказывается об их первом исполнении этой песни. Вот. В общем, история тоже достаточно такая, мне кажется, интересная получилась. И, кроме этого, рассказывается в этой книге, вот, в этой же главе рассказывается о Моисе Аркадьевиче Немчине, режиссере Народного театра, который возродил его. И, кстати говоря, театр пользовался огромной популярностью тогда. Немчин получил, первым-то, в Ниньевском округе получил звание заслуженного работника культуры. И это тоже, вот, факт очень интересный. Вот. И, кроме этого, еще рассказывается, опять же, в этой же главе рассказывается о знаменитом лыжном переходе 1962 года, когда, значит, вот, тогда еще молодые совершенно люди, это Вячеслав Куримович Крепанов и Виктор Федорович Толкачев и все остальные совершили переход на Ренмар-Архангельск. И вот, тут как раз, да, мне повезло, я общался с живыми героями, они мне очень подробно рассказывали, масса интересных подробностей, о том, как проходил этот переход лыжный, какими трудностями столкнулись, трудности были, действительно, это было непросто, не было транспорта, нужно было идти самостоятельно, ну, погода была, прямо скажем, сложная, но однако, они вот тогда свой подвиг совершили и переход этот завершился вполне благополучно. Вот, ну и завершается книга биографиями двух первых почетных граждан Ренмара, имеется в виду это Дмитрий Григорьевич Попов и художник Дмитрий Свешников, да, вот, которые, в общем, стали в 1969 году получили звание почетный гражданин города Ренмара. Оба они фронтовики, люди очень интересные и, в общем, материал как бы подытоживает 1969 год, который как бы завершает вот такой уже исторический период существования Ренмара. Юрий Викторович, где можно познакомиться с этой книгой, где можно ее почитать, кому она будет доступна и кому, в первую очередь, она адресована, какая целевая аудитория этой книги? Адресована она широкому округу читателей, в первую очередь, конечно же, людям, я считаю, старшего возраста, которым интересна история Ренмара. Книга эта, я повторяю, по объему большая, четыре страниц, она, небольшое количество фотографий, причем фотографии собраны, ну, буквально, как говорится, отовсюду, имеется в виду из архивов, из музеев, из семейных архивов наших неринмарцев, и, в общем, она такая, очень информативная. Вообще, я считаю, что у нас вот эта книга будет востребована широким кругом читателей. Кому интересно, они ее прочитают. Они ее прочитают и узнают много интересного про наш город, о том, как он строился, как он создавался, какие были трудности, какие люди жили на Ренмаре. В общем, они многому, наверное, даже удивятся, честно говоря, потому что действительно Ренмар — это, пусть и небольшая, но уже очень интересная история. А где можно эту книгу почитать? Ну, книга буквально пришла совсем недавно, она пришла в Ренмар, имеется в виду, после проведения торгов, она была тиражирована и пришла буквально на прошлой неделе. На прошлой неделе. Книга, вот, я так полагаю, будет, в первую очередь, конечно, как подарочное издание, будет дариться на различных мероприятиях. То есть, в первую очередь, это, наверное, ветераны Ренмара, почетные граждане, ну, как-то вот таким образом. А в библиотеке она будет? Ну, и в библиотеке, конечно, она попадет, то есть, там она тоже будет, потому что, безусловно, окружные библиотеки получат ее, и жители, которым интересно будет история нашего города, они смогут с ней ознакомиться. Юрий Викторович, спасибо большое, что вы к нам пришли. Мы будем ждать продолжения книги про город Ренмар в наше время уже, чтобы было ближе к нашему времени, чтобы хватило вдохновения на написание не менее 400 страниц. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. А я напоминаю, что в гостях нашей программы был Юрий Канев, историк, исследователь и автор книг и книги о Нарьинмаре, Нарьинмар, времена и годы. Я прощаюсь с вами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова